Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я увидел, что под видео, которое я делал для вас про Гунтера Хальма, очень много просмотров собралось и лайков, и прекрасные комментарии от прекрасных людей. Это меня порадовало и смотивировало, скажем так, сделать для вас новое видео и рассказать уже про другого персонажа в игре Road to Valor, который был живой, на самом деле в реальной жизни он существовал. Итак, мы переходим до... до Эриха Марка. Поддержка артиллерии, пехота, категория легендарная. Эрих Марк, мужественный артиллерист, выполняющий опасную миссию, выстреливает осветительными ракетами в сторону противника, вызывая гаубицу из штаба. Что ж, давайте посмотрим, какой же это был человек на самом деле в реальной жизни. Эрих Маркс, генерал артиллерии вермахта во Второй мировой войне. Составитель первого варианта плана военной кампании Германии против СССР. За польскую кампанию получил планки к железным крестам обеих степеней. С 25 октября 1939 года начальник штаба 18-й армии. В июле 1940 года генерал-майор Маркс по распоряжению начальника Генерального штаба сухопутных сил Гальдера разработал первый вариант плана военной кампании Германии против СССР. Этот план предполагал проведение быстротечной кампании длительностью до 17 недель. Предполагалось два основных направления ударов. Северный, главный, через Прибалтику, Белоруссию, на Москву и южный, в направлении Киева. Конечная цель – выход на рубеж Волги. Кроме того, предполагалась частная операция с целью захвата Баку. С декабря 1940 года генерал-майор Маркс назначен командиром 101-й эгейской дивизии. С марта 1941 года генерал-лейтенант. В ходе боевых действий на Украине 25 июня 1941 года генерал-лейтенант Маркс тяжело был ранен в бою, где пришлось ампутировать ногу. Был отправлен в отпуск. 26 июня 1941 года награжден рельсерским крестом. С марта 1942 года командир 337-й пехотной дивизии, которая располагалась в оккупированной части Франции. С октября 1942 года командующий 87-м армейским корпусом во Франции. Был назначен уже в звании генерала артиллерии. И с августа 1943 года также был командующий во Франции 84-м армейским корпусом. Погиб 12 июня 1944 года в ходе боевых действий после высадки западных союзников в Нормандии. До 4 июля 1944 года посмертно награжден дубовыми листьями к рыцарскому кресту. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...